Железная хватка Любим мы сыр, любим тепло, очень запутаться в плед, обниматься очень люблю, причем со всеми, если не на работе. Она когда на работе, она очень недобрая. Конвой ездим, она хорошо охраняет. Найти человека в укрытии, обнаружить наркотики, взять след, провести обыск на транспорте, в профмастерстве кинологи и их четвероногие напарники соревнуются уже несколько дней. Здесь только лучшие собаки, которые сейчас служат в региональной уголовно-исполнительной системе. Животных каждый день осматривают ветеринары, кормят и тренируют по распорядку. Воспитывать своих напарников кинологи начинают, когда тем исполняется 8 месяцев. У немецкой овчарки Рекса задача усложняется. Справиться нужно сразу с двумя противниками. Он вообще изначально добрый, то есть я его ставил на защиту через игру, то есть я его не через злобу ставил, а через игру. Для него раздражителем является либо фигурант, либо осужденный наш. Он на них тоже очень хорошо реагирует. Но опять же он реагирует на них хорошо именно на территории учреждения. Я этому специального не учил, он как-то сам додумался до этого. При нападении на сотрудника кинолог может применять собаку. Потом при, допустим, побеге из подразделения собака пускается без ошейника, без поводка, без шлейки, чтобы ее нельзя было не снять ничего. Сейчас злостное направление – это перебросы. И вот как бы периодически попадают, ловят собаками перебросчиков те, кто пытается достаять как раз запрещенные предметы в зону. И вот с помощью собак у нас задерживали несколько перебросчиков. Ретриверы бельгийские и немецкие. Овчарки сегодня в региональном управлении ФСИН служат свыше 300 собак. Работают по всем профилям. По закону служебная собака приравнивается к спецсредствам. И спускать ее с поводка без предупреждения нельзя. Лучшим временем для дрессировки своих питомцев кинологи считают возраст до двух лет. Эту красавицу зовут Перси, собака розыскного профиля, в профессии уже 4 года. Дама послушная, но только по отношению к своему хозяину. Я, конечно, сейчас попробую ее покомандовать, но вы все увидите сами. Перси лежать. Не реагирует. Перси стоять. Ноль. Попробуйте. Перси. Лежать. Стоять. Хорошо, молодец. Хорошо. Итоги региональных соревнований подведут уже завтра. Три лучшие собаки и их хозяева отправятся представлять Самарскую область на всероссийских соревнованиях. Пройдут они в Башкирии с 4 по 8 сентября. Алина Чемерис, Василий Колдашов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова